То, что происходит сейчас на скотном рынке, напоминает самый настоящий кастинг. Покупателям нужны не просто овцы, а бараны с целыми зубами, необрезанными ушами и с приличным весом. Не каждую овечку в этом плане в жертву принесешь. Однако этим критерии выбора подходящего животного не ограничиваются. Есть четыре основных требования, которые предъявляются к жертвенному животному. По мусульманским канонам оно не должно быть моложе одного года, хромым, слепым и больным. Но в этом плане на скотном рынке практически все животные без изъяна. Поэтому покупателям приходится не так-то легко, они не сразу определяются с выбором. Чтобы ускорить как-то этот процесс, продавцы попросту берут в руки ножницы и делают прически своим баранам. Продавцы в этом плане и зазывалы, и цирюльники. Кто-то стрижет овец, что говорится, налысо. Кто-то оставляет сантиметровый слой шерсти. Такой вот бараний полубокс. Однако растительность не оставляют себе, а упаковав, отдают покупателям. В этом году большой выбор цен, потому что животных очень много. Сами видите, с каждым часом грузовиков с баранами становится все больше. Везут из Уила, Алги, Иргиза. В основном люди покупают овец. Цены на них начинаются от 14 тысяч тенге. Но это на молодняк. Есть двух-трехгодовалые бараны общим весом 60 килограммов. За них просят 60 тысяч тенге. Но можно торговаться. Что касается КРС, то средняя цена на него составляет 140 тысяч тенге. Причем в этих рядах есть не только казахстанские буренки. Коров везут также из России. Таким образом, покупателям есть из чего выбирать. Мы приехали за бараном. Уже присмотрели себе. Хороший выбор в этом году. Все тучные и цены на них приемлемые. До вторника теперь поддержим у себя, а потом принесем в жертву. Мы каждый год на Курбаналь забиваем скот. Мясо раздаем нуждающимся. Себе оставляем только незначительную часть. Просим у Бога благополучия и мира себе, близким народу. Между тем, в областной мечети еще раз напоминают. Скот, закланный до 15 октября, Курбанайта не будет считаться жертвенным. Его заклание будет считаться обычным забоем. Акмар Алмайкузов, Жаслан Жубаев, программа «Факт».